Всем всем привет, с вами Клеопатра. В сегодняшнем выпуске мы разберем все пасхалки декабрьского обновления в Clash of Clans. А под прошлым роликом вы собрали меньше 1000 лайков. Очень жаль, что прошлый выпуск вам не понравился, поэтому в этот раз не буду много просить. Давайте попробуем собрать хотя бы 1000 лайков. Мне будет безумно приятно, потому что именно лайки это благодарность за мою работу над контентом. В нашей группе ВКонтакте можно найти все новости из мира Clash of Clans, Brawl Stars, а в моем инстаграме всегда есть фоточки, сториз и розыгрыши. Ну а теперь усажитесь поудобнее, ведь мы начинаем. Приятного просмотра! Один из давних кланов Clash of Clans под названием Барбанягра 11 уровня, что в переводе означает «черная борода», активно возвращается в игру. Ребята открыли набор, начиная от 10-го Тонхола и 20-ти лет. В клане довольно много игроков из Москвы и Московской области, поэтому если вы отсюда, то вдвойне будет круто, потому что, вероятно, можно будет даже встретиться с ребятами вживую и пообщаться. Основное направление клана – это поддержка друзей, общение, клановые войны, ЛВК и просто фан от игры. У ребят в клане приятная обстановка и донатом никогда не обделят. Тег клана Барбанягра есть в описании к этому ролику. Если ты еще не нашел свой постоянный клан и не знаешь, где будешь проводить ЛВК, то обязательно заходи, пока твое место не занял кто-то другой. И начнем, пожалуй, с того, что можно увидеть непосредственно в самой игре. Для этого мы заходим во вкладку «События» и видим анонс декабрьского сезона с новым золотым пропуском и долгожданным скином на чемпионку. Помимо самой чемпионки, руны Дарка и книги, можно заметить на заднем фоне наряженное красивое бревно. И да, именно бревно будет являться новогодней елкой 2020 года. И в хорошем качестве оно выглядит вот таким образом. Пишите в комментариях, как вам вообще такая идея новогодней елки. Стоило ли так менять все? Или же вы придерживаетесь классической концепции, когда должна быть елочка, наряженная, все как обычно по дефолту. В общем, пишите в комментариях. Я могу сказать, что я пока очень удивлена. Я не ожидала такого поворота событий. Конечно, посмотрим, как эта елка, псевдо-елка будет смотреться в игре. Но в целом, возможно, оно и к лучшему, потому что 2020 год действительно был для всех тяжелым и непростым. Может быть так разработчики хотели это подчеркнуть. Но в любом случае, елка необычная. Ну а теперь давайте пройдемся по трем роликам, которые выложены на официальном канале Clash of Clans в ютубе. Начну с самого давнего, который вышел 24 ноября. Многие просили сделать разбор пасхалок из него, но мне показалось, что на тот момент было очень мало информации. Однако, когда на ютубе теперь уже три ролика, информации достаточно. И первое, что мы здесь можем увидеть, это отсылка на супер-юнитов. Она просвечивается не только в монетах, но и в черной материи, которая лежит с правой стороны. Вообще, на супер-юнитов практически в каждом ролике можно найти отсылку, потому что, по сути, все супер-войска – это ключевая тема обновления 2020 года в Clash of Clans. И буквально через пару секунд от этого кадра можно увидеть, что на газете наверху нарисован Хог и Электродракон. На самом деле, мы к ним еще не раз вернемся, но уже сейчас можно сделать некоторые пересечения. Если у нас постоянные отсылки на супер-юнитов, а супер-хога и супер-электрика в игре еще нет, так почему же именно их не добавят в декабрьской обнове? Это пока что лишь мои размышления, но в дальнейшем я еще к этому вернусь. Значок супер-юнитов еще раз нам показан на другой вырезке из газеты, и опять мы видим Электрика. И вот тут уже создается вопрос, а почему он так часто фигурирует в этих газетных вырезках? Если нет такого супер-юнита, почему нам не показывают, к примеру, допустим, Голема или Боулера, почему именно Электродракон? Это вновь наводит на мысль о том, что, возможно, в декабре у нас появятся два супер-юнита – это Супер-Хог и Супер-Электрик. Немного дальше можно увидеть Стронгмена, если кто не знает, это дяденька, который нас всегда ждет около клановых игр. Так вот, обратите внимание на его бревно, которое он держит в руке. Бревно шипастое, и даже тут карандашом нарисована отсылка на то, что бревно действительно с шипами. К этому мы тоже еще вернемся. Однако в обычном виде Стронгмен держит обычное, нормальное, не шипастое бревно. И это еще одна пасхалочка. Внизу газеты можно увидеть приглашение на просмотр чемпионата мира по Clash of Clans. И если вы вдруг пропустили это событие, то обязательно рекомендую перейти на канал Соломона, потому что именно там мы с ним вместе проводили пятичасовой стрим по чемпионату мира, который вышел на 48 место в трендах Ютуба. Очень рекомендую, это был прекрасный стрим, поэтому если вы вдруг пропустили, обязательно посмотрите, ну хотя бы кусочек. Были очень классные суперские атаки, я уверена, что вы не пожалеете. И под конец мы вновь видим эмблему с Хогом и с Электриком, что уже третий раз намекает нам на то, что нас ждет два новых супер юнита. Следующее видео посвящено новогодней елке и новогодней тематике в Clash of Clans. Здесь достаточно мало пасхалок, по крайней мере тех, которых я нашла, но они очень интересные. Обратите внимание на то, что находится на заднем фоне этой картинки. Спереди мы видим ролик про елочку, а вот сзади находятся различные картинки, которые, на мой взгляд, являются попытками бревна понять, как же оно появилось и что же оно такое. Если чуть-чуть отдалить, то мы действительно видим бревно, которое сидит за столом. И вот теперь обратите внимание на картинку, которая находится в правом углу. Там нарисована баночка рейджа, обычное бревно, не шипастое, и дальше уже шипастое бревно. Сначала у нас было обычное милое бревнышко, но потом каким-то образом оно решило взаимодействовать с баночкой рейджа. То ли само выпила, то ли на него вылили. Но в итоге мы получили вот такое шипастое, яростное, агрессивное бревно. И здесь уже напрямую отсылка к игре к Clash Royale, поскольку карта бревно там также имеется. И есть два варианта развития событий. Первый вариант, что нам просто показали бревно, немножко рассказали его истории, для того, чтобы мы понимали, почему в качестве новогодней елки использовано шипастое бревно. А вторая идея, которая мне нравится куда гораздо больше, заключается в том, что бревно будет добавлено как новое заклинание в Clash of Clans. Почему я так думаю, расскажу немножко позже, поскольку я нашла еще одну пасхалку, которая подтверждает эту идею. Но пока что просто это запомните. А следующий ролик на разборе вышел сегодня, 1 декабря, и он рассказывает нам про новый скин чемпионки. Ну не только рассказывает, но и, конечно же, показывает. И как уже сложилось по традиции, в таких роликах всегда можно найти какие-то отсылочки, которые мимолетно проскальзывают. И вот она, первая отсылка. В игру будет добавлен в очередной, уже, по-моему, третий или четвертый раз, временный юнит Ледяной Маг, Ледяной Колдун. Если вы играете давно, вы наверняка помните этого юнита. А если играете недавно, то для вас это будет нечто новенькое. И в отличие от обычного колдуна, Ледяной Маг или Колдун немножко замораживает строение, по которым он наносит урон. А во всем остальном он примерно такой же, как обычный маг. И, опять же, отсылка на игру Clash Royale, где эта карта давно уже существует и активно используется. Еще раз подчеркну, это временный юнит, который будет доступен только в период празднования Рождества и Нового Года. На постоянную основу он не сохранится. А вот что точно сохранится и о чем нам еще не рассказали разработчики, так это новый уровень фабрики заклинаний и новый уровень для арбалетов. И то и другое было замечено как раз-таки в этом ролике с чемпионкой. И если вдруг зрительно вы пока не видите разницы, то взгляните на эту картинку. Наверху изображены старый арбалет и фабрика заклинаний. А теперь сравните с теми, которые мы видим ниже. Это говорит о том, что у арбалетов появится плюс один левел и у фабрики заклинаний появится плюс один левел. Однако давайте думать логически. Если с арбалетом все понятно, его просто немножечко улучшают, то зачем добавлять фабрики заклинаний плюс один левел? Даже если предположить, что какое-то заклинание из уже существующих, например, Хилл, Рейдж и Яд, получат себе улучшение на один уровень, то для этого не нужно перерисовывать всю фабрику. Можно просто добавить возможность прокачать плюс один уровень в уже текущей фабрике. Но так как разработчики меняют внешний облик для фабрики заклинаний, на мой взгляд, это вновь говорит о том, что появится новое заклинание. А какое? Вы уже слышали мое предположение. Я думаю, что это заклинание, которое каким-то образом связано с бревном. Правая или нет, мы увидим уже очень скоро. А прежде чем перейти к подведению итогов розыгрыша, хочу поблагодарить спонсоров канала. Дэм Лакомка и Чахлык Невмырущий за помощь и поддержку в развитии канала Клеопатра. А если ты хочешь получить множество классных бонусов, то нажимай на кнопку спонсировать на моем канале и выбирай нужный тебе уровень. Уникальные эмоции и значки будут выделять тебя в комментариях. Общий чат спонсоров, где можно пообщаться со мной, доступ к эксклюзивному контенту, который не публикуется на канале, след в истории моего канала и уникальные разговорные видео со мной. Все это можно получить, оформив спонсорскую подписку на мой канал. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатра. Человечек очень долго плыл по морям и океанам, странствовал по джунглям и лез на высокие горы. А все для того, чтобы встретить мудрого старца, который ему говорит, я вижу, ты ищешь ответы на все тайны жизни, они есть у меня, что бы ты хотел знать? А человечек ему и отвечает, какого числа точно будет декабрьское обновление? И тут старец понимает, что ответ на этот вопрос он не знает. И предвещая ваши комментарии, я тоже не знаю, когда точно будет декабрьское обновление, но знаю, что оно будет уже, уже очень скоро. Ну а автора комментария, я поздравляю с победой, присылай просто номер своего киви или карты, ты получаешь от меня приз 99 рублей, а не же 80 гемов Клэш оф Клэнс. А мы двигаемся к следующему мему. У одного человека было все очень плохо в жизни, и он решился на самоубийство. И вот, стоя на краю высокоэтажного дома, он услышал, как его кто-то окликнул. Человек сказал первую фразу, потом вторую, и вот наш самоубийца уже передумал прыгать, и с радостью решил отставить эту затею. Какие две фразы сказал спаситель, конечно, связанные с миром Клэш оф Клэнс? Пишите свои идеи в комментарии, автор самого креативного коммента получит от меня приз 99 рублей на свой киви или карту. А итоги мы подведем уже в следующем выпуске по Клэш оф Клэнс. Поэтому не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик и, конечно, ставить лайк на это видео. Ну а я желаю вам удачи и пока-пока!